В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. День открытых дверей прошел в межрайонной налоговой инспекции номер 14. Подсказываем, какой талон взять. Подсказываем, какое надо заявление заполнить, как его заполнить. Десятки предложений о работе были представлены на ярмарке вакансий в колледже Московия. Я думаю отучиться на высшее призвание и пойти в доморезовский аэропорт на струднику авиационной безопасности. 17 ноября во всем мире отмечается День недоношных детей. Множество чудес и тайн на свете, но всего загадочный вопрос. Из какой капусты вырастают дети? Или это аист их принес? В межрайонной налоговой инспекции номер 14 по Московской области прошел день открытых дверей. Специалисты помогали заявителям разобраться в вопросах уплаты имущественных налогов. Подробности у Юлии Погасьян. 1 декабря – срок, в который граждане должны уплатить имущественный налог. В преддверии этой даты во всех налоговых инспекциях Московской области проводятся так называемые Дни открытых дверей. Сотрудники подразделений объясняют заявителям механику начисления и оплаты. Делают акцент на льготах. Помогают в создании личного кабинета. Проводим как раз этот день открытых дверей до срока уплаты, чтобы граждане могли это сделать заблаговременно, чтобы не было задолженности после 1 декабря и не вычислялись в пене. Этот вид налогообложения касается такой собственности, как транспортные средства, квартиры и земельные участки. Проще говоря, все движимое и недвижимое имущество. Оплачивается один раз в год. Здесь, в Ленинском отделении налоговой инспекции, на входе посетителей встречает специалист, который помогает заявителям разобраться в навигации. Подсказываем, какой талон взять. Подсказываем, какое надо заявление заполнить, как его заполнить. Есть образцы, мы покажем по образцам, как заполнить. Очередей как таковых нету. То есть приходит очень быстро у нас обслуживание, поэтому все моментально. По имущественному налогу действует ряд льгот. Самые распространенные касаются пенсионеров, многодетных, ветеранов труда. Сейчас многие заявители обращаются за предоставлением льгот для семей мобилизованных. На все виды имущества. После того, как мобилизованный прекратит службу, уже будет сформировано новое налоговое уведомление и направлено по адресу. Конечно, обратиться по этим и другим вопросам граждане могут и в другие дни. Проще всего это сделать через личный кабинет, где отображаются все налоговые начисления заявителей. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ирина Кошелева. ВИДН.В Ярмарка вакансий в колледже Московия – отличная возможность для студентов познакомиться с потенциальными работодателями и узнать больше об интересующих профессиях. На мероприятии побывал Дмитрий Книга. В Ленинском структурном подразделении профессионального колледжа Московия в поселке Развилка состоялась ярмарка вакансий для студентов учебного заведения. Сегодня к нам приехало 8 работодателей, наши крупнейшие партнеры. Они приезжают, привозят с собой материалы промо, какие-то рекламные, ну и, соответственно, общаются со студентами. Это мероприятие традиционно проходит два раза в год и позволяет студентам подобрать место для учебной практики с возможным будущим трудоустройством. Я вот думаю отучиться на высшее призвание и пойти, может, в Доморецкий аэропорт на сотруднику авиационной безопасности второго номера, скорее всего. То есть уже вот такие планы есть. Сейчас вот второй курс, хочу закончить третий и попасть как-то, может, в аэропорт, может быть, в институт какой-то. Московия сотрудничает со многими профильными компаниями и предприятиями, где могут в дальнейшем работать выпускники колледжа. Уже много лет одним из главных партнеров учебного заведения является авиакомпания «Эссевен», базирующаяся в аэропорту Домодедово. Здесь они изучают основы основ. До недавнего времени они изучали системы регистрации, которые даже использовались в работе. Но после недавнего времени мы перешли на новую систему. Она несложная, она русская. Поэтому даже без особых навыков любой сотрудник, любой студент может спокойно к нам прийти, и мы с удовольствием принимем. Заведующая структурным подразделением колледжа Ольга Аносова рассказала представителям предприятий о методике обучения студентов и обсудила дальнейшее взаимодействие. Проводим, соответственно, дни открытых дверей. То есть один раз в месяц, это ориентировочно с 25 по 30 числа, все школьники приезжают к нам. И, соответственно, мы также рассказываем о тех предприятиях, с которыми мы сотрудничаем. То есть мы уже сразу обозначаем родителям и, соответственно, школьникам, что у нас есть такие друзья, партнеры, которые предоставляют место прохождения практики и, соответственно, дальнейшее трудоустройство. Важную роль в плане знакомства с будущими профессиями играет торгово-промышленная палата Ленинского городского округа. Для студентов проводятся экскурсии на предприятия, где они могут познакомиться с потенциальными работодателями. Ресторанный бизнес, это и логистические компании, это и производственные компании. Так что предприятия достаточно большого количества, которые могли бы нам принять у себя на территорию этих учеников как на практику, так и вообще на работу в целом. По статистике, большинство студентов именно на ярмарке вакансий находят место для практики и стажировки. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. 17 ноября во всем мире отмечается День недоношенных детей. Он направлен на повышение осведомленности о преждевременных родах, о необходимости решения различных проблем, с которыми сталкиваются врачи и семьи. Видно, в скомперинатальном центре на днях выписали ребенка, который родился с экстремально низкой массой тела. И малышка появилась на свет раньше времени и весила всего 480 граммов. На выписки побывала Галина Житкова. Крошка Анечка Кукушкина родилась 24 июля 2022 года на сроке 25 недель беременности. Малышка весом 480 граммов. С первых минут жизни показала свой волевой характер и за 4 месяца доросла до обычного младенца. Девочку выписывает уже с практически нормальными показателями – 2,580. Самое главное – любить таких детей, уметь с ними работать, не бояться их. И большое спасибо, конечно, реанимации новорожденных, которые стоят на первом этапе для таких детей. А мы уже им помогаем. Жительница поселка Мещерское Чеховского района, 36-летняя Татьяна Сверчкова, работает медсестрой в поликлинике. С ужасом вспоминает, как у нее заболел живот. И ее привезли в хирургическое отделение Видновской районной клинической больницы. У меня был самый гангренозный перитонит. Почти прорвался гной. И нам сказали, либо мы вас двоих спасаем, либо одного из кого-то. Нас выбора не было. Нас спасли двоих. Татьяна считает, что вовремя обратилась за помощью. Ведь еще бы немного и могли не спасти. Малышка Анечка сначала лежала в реанимации. А мама приезжала и кормила. После перевода в отделение новорожденных, они уже вдвоем ждали выписки и разрешения поехать домой. Сейчас в отделении патологии новорожденных ждут выписки домой 52 ребенка. Таких крошек, как Анна Алексеевна Кукушкина, нет. Но есть довольно большое количество детей, чуть меньше килограмма. Галина Житкова, Александр Логинов и Екатерина Давлятова. Видно и ТВ. В продолжение темы в рамках проекта «Стихи живут повсюду» со своим оригинальным стихотворным обращением к мамам и детям выступили врачи и пациентки Видновского перинатального центра. Их послушал Максим Козлов. Несмотря на то, что коридоры украшены шариками фиолетового цвета, который символизирует недоношенных детей, сегодня у врачей Видновского перинатального центра обычный день и обычные радости. У жительницы деревни Месайлова Дарьи Волковой были преждевременные роды. Спустя три недели девочки София и Есения с мамой ждут выписки. Персонал медицинский на уровне, и отношения, и чистота в самом роддоме, и сейчас, где мы находимся уже в отделении недоношенных, и отзывы девочек, то есть уже со мной четвертая соседка лежит, потому что мы пока что вес набираем, то есть все отзываются очень положительно. Появление недоношенного ребенка – это вызов для родителей врачей, которые они с мужеством принимают, особенно при рождении детей с экстремально низкой массой тела. Длительный и тяжелый путь как для нас, так и родителей, и тут уже работают все. Что называется, это и анестезиологи, реаниматологи, и врачи-неанатологи, которые непосредственно выхаживают этих детей, особенно детей с экстремально низкой массой тела. Это и реабилитологи. И реабилитацию мы сейчас подключаем с самых первых дней жизни, то есть для того, чтобы сделать все, чтобы этот малыш как минимум выжил, а как максимум у него еще было и хорошее качество жизни в будущем. В честь Дня недоношенных детей врачи и пациентки приняли участие в проекте «Стихи живут повсюду» и исполнили произведение Андрея Усачева «Самый лучший день». Множество чудес и тайн на свете, но всего загадочный вопрос. Из какой капусты вырастают дети? Или это аист их принес? Или наш малыш с луны свалился и лежит на целый мир вопя? Нам важнее то, что он родился. Очень важно то, что ты родился. В общем, с Днем рождения тебя! День рождения – праздник самый лучший. Пусть у всех прибавилось забот. Без тебя нам было очень скучно. А с тобою все наоборот. Без тебя мы радости не знали. Без тебя не верили в себя. Как тебя, малыш, нам не хватало. Нам тебя ужасно не хватало. В общем, с Днем рождения тебя! Принесет река тебе водицы. От беды укроет добрый лес. Пусть твой день рождения распевают птицы. И сияет солнышко с небес. Быть красивым, умным, добрым, сильным пожелаем мы тебе, любя. Но важнее, чтобы тебя любили. Очень важно, чтобы тебя любили. Чтоб все-все-все тебя любили. В общем, с Днем рождения тебя! Согласитесь, что стихи из уст врачей, которые борются за жизни новорожденных, звучат по-особенному. Ну, стихи, которые мы читали, конечно, отражают такое причастие к рождению ребенка. Мы каждый день ждем рождения недоношенных детей. К сожалению, недоношенные дети рождались всегда и будут рождаться. Мы от этого никуда не денемся. Все стихи про рождение, они такие очень трогательные, очень задушевные. И эти стихи также. В поддержку проекта «Мнение Фиолетова» Благотворительного фонда помощи недоношенным детям права на чудо Видновский перинатальный центр в ночное время подсвечен фиолетовыми огнями. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»